Еще такой момент. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Люди, которые годами ходят в церковь, они говорят, чтобы у меня какая-то проблема исправилась, там личная или там родовая даже, надо молиться и надо раздать милостыню. И никогда не звучит, что надо работать над собой. То есть что они сделали? Прочитали много молитв, пошли раздали милостыню, практически не рассуждая. Главное ее раздать тем, кто там по церковью стоит. Автоматически я вот наблюдаю иногда, рассоваливайте протянутые руки, даже не заглянув в глаза, кому они дают. И они считают, что вот в этом и есть спасение, что это будет решение всех этих вопросов. Молитва и раздать милостыню. Работая над собой, где-то исчезла. Что сказать по этому поводу? Печально. На самом деле это все печально, потому что это так. Господь действительно делал акцент на изменении метанои, изменении человека. Он как сказал, покатись и сотворите достойный плод покаяния. Покаяние вообще из чего состоит? Первое, это осознание греха. Второе, сожаление о грехе. Третье, желание исправить. Четвертое, это исповедь. Пятое, это неповторение и заглаживание. То есть украл сто, верни сто, если можешь. Ну, если есть человек этот, допустим. Нет, значит, на доброе дело. А Мазахиим Итарев, что он сказал? Пол имения Господи отдам нищим, а кого обидел, воздам четверо. Вот это вот достойный плод покаяния. Если ломал, значит, строй. Худел, значит, теперь благословляй. А так, ну, милостыне, действительно, это хорошо, с одной стороны. Господь может нам, по-первых, и помогать, как стимул. Человеку, да, он начал молиться, чтобы, хорошо, давай дальше, дальше, сын мой. То есть иди, думай, рассуждай, развивайся. Но, к сожалению, вот действительно, что потом люди охладевают, до того, как опять начинается какая-то проблема. Проблема стукнула, о, надо вспомнить за Бога, за батюшку, за церковь, там или к кому-то бабке пойти, ну, то как уже. И опять то же самое, 25. А меняться, конечно, тяжеловато. Потому что вот есть люди, которым просто органически невыносимо, чтобы кого-то не обсуждать. Вот для них это вот сесть и кого-то вот перетереть ему кости все, перемыть. Вот для него это как будто вот ощущение, что он, ну, я не знаю, как в баню сходил, там, в какое-то там еще что-то такое мероприятие, что он просто душу отвел. И для него это так тяжело. Кому-то тяжело свой язык, ну, прикрыть там, потому что язык, ну, враг мой, это не просто так сказано. Кто-то еще какие-то грехи там может быть. Кто-то аборты делом не исправился, кто-то, кто-то зависть ест. А ведь, понимаете, с завистью человек не может попасть в Царство Небесное, даже если он праведник. Вот все это. Почему? Ну, он попадет туда. А зависть — это печаль о благополучии ближнего. И получается, что там же всегда все равно будут те, которые, ну, более тебя праведны, да? Есть на свете всех милее, всех. То есть все равно что-то будет тебя там превосходить в чем-то. Потому что звезда от звезды отличается, разница славы, говорит Павел. И ты, получается, что будешь миллионом или миллиардом людей, ты будешь завидовать. Какой рай для тебя там будет? То есть рая там не будет. В чем особенно, что Господь-то может их позасовывать в рай, позапихать туда. Ну, да, конечно, там счастливы не будут. Мало того, они еще других портить начнут. И получится опять то же самое. Вот особенно, что Господь не просто юридически прощает. Знаете, как оно, что, ну, Бог простит, Бог простит. Ну, он же, да, да, Бог простит, но он еще и врач. И он не может пустить Царство Небесное, пока не вылечит полностью. И, как и сказано, что туда не войдет ничего нечистое и скверное. Не гордое, не завистливое и так далее. Этот момент очень нужно понимать, что Бог прощает не автоматически. Господь искупил грехи. Значит, мы типа безгрешны. Или там, прости мочи, бы не веду, что творят. Господь-то всех прощает. Но только не всем оно помогает. Прощение надо усвоить. Так как пищу не важно только поесть, а организм должен усвоить пищу. Она может встать в желудке и не перевариваться. Поэтому с этим надо очень сильно рассуждать. Господь говорит, я пришел всего человека исцелить. Всего. А если зависть есть... Ну, я почему беру зависть? Вроде самый маленький такой грешочек. Его же даже не видно. Добрый человек делает там... Ну, не видно же его. Да, это же не то, что ты там что-то такое делаешь. Это даже запаха нет. Если от алкоголя, табака там запах вот есть. От зависти даже и запаха нет. То есть человек может притворяться, делать вид, красиво улыбаться, а сама зависть съедает. Да вроде, ну, он же же милость у него, и в церковь ходит, и причащает. Ну, к примеру, да, допустим, все хорошее качество у него есть. А одной зависти он не сможет войти. Вот почему. То, что Бог и простит, но ему от этого легче не станет. Он думал, что если Бог просил, значит все. И справляться надо.